Всем привет, это Гоу Гол и наш новый выпуск. Сегодня поговорим о самых неудачных трансферах этого сезона, которые близятся к своему завершению. Кто-то удивил, кто-то провалился, а значит уже можно подводить определенные итоги. Это топ-10 худших трансферов сезона 21-22. Усаживайтесь поудобнее, мы начинаем. И открывает наш топ Рафаэль Варан и его переход в МЮ. Монкунянцы подписали защитника Реала прошлым летом за 40 миллионов евро. И учитывая какой критике подвергался Харь Магуайр, многие ожидали, что Варан либо сам станет новым лидером обороны МЮ, либо в паре с ним Магуайр сам начнет действовать гораздо увереннее. Не произошло ни того, ни другого. А тут еще и травмы, из-за которых Варан пропустил очень много матчей. Вследствие чего линия обороны в МЮ очень часто ротировалась, что, конечно же, ударило по игре в обороне. И стало одной из причин неудачных выступлений красных дьяволов. На девятом месте трансфер Эдуардо Камовинги из Рена в Реал. Этот трансфер, безусловно, нельзя назвать однозначным провалом, так как Камовинга покупался скорее на перспективу, учитывая возраст основных полузащитников Мадридского Реала на сегодняшний день. Да и трансфер обошелся относительно недорого – всего 30 миллионов евро. Камовинга получал игровую практику регулярно, однако статус второго таланта Франции после МБП все-таки не оправдал. На восьмом месте трансфер Робина Гозенса из-за таланты Винтер. Этой зимой Нерадзури взяли немца в аренду с обязательным правом выкупа. И пока Гозенс далек от той игры, которую показывал в команде Гасперини. Поначалу был травмирован, а сейчас и вовсе проигрывает конкуренцию Перешичу, которому на минуточку уже 33. Посмотрим, удастся ли Гозенсу еще все и всем доказать. На седьмом месте еще одна аренда. На этот раз Сауль из Атлетика в Челси. В составе матрасников Сауль долгое время был одним из основных в линии полузащиты. Перейдя в Челси, ситуация в корне изменилась. У синих на этой позиции очень серьезная конкуренция. И Сауль ее проигрывает абсолютно всем. Даже Лофтус Чип в этом сезоне выходил на поле чаще. Вряд ли Челси раскошелится на 35 миллионов евро для выкупа игрока. Да и, пожалуй, это вряд ли нужно, учитывая глубину запаса. На шестом месте неудачные трансферы Вестхэма. Здесь расположились наши хорошие знакомые Никола Влашич и Алекс Крал. Сначала про Хорвата. Вестхэм неслабо раскошелился и заплатил за Влашича аж 30 миллионов евро. Его нельзя назвать игроком основного состава, но тем не менее игровую практику он регулярно получает. И все-таки нельзя сказать, что Влашич оправдывает потраченные на него деньги. Очевидно, что от некогда лучшего легионера РПЛ ожидали гораздо большего. Что касается Кралла, то у него все еще хуже. В этом сезоне в рамках чемпионата Алекс выходил на поле лишь единожды. И дело не в том, что человек часто травмируется, а просто-напросто проигрывает конкуренцию. Вот вам и уровень РПЛ. Двигаемся дальше. На пятом месте трансфер Джейдана Санчо из Дотландской Боруссии в Манчестер Юнайтед. Молодой и талантливый Санчо обошелся EMU аж 85 миллионов евро. Глядя на его игру в составе Шмелей, после перехода в EMU ожидания были очень высокими. И вроде бы моментами Санчо был очень даже неплох. Но тем не менее, всем очевидно, что пока Санчо не оправдывает возложенных на него надежд. Тут, пожалуй, сказалось все вместе. Давление, высокая стоимость, зарплата, а также смена тренера по ходу сезона. Да и вообще все понимают, сколь сейчас плохи дела у EMU. Возможно, просто неудачное время для перехода. А возможно, не то место. На четвертом месте переход Джека Гриллиша из Астандрилы в Манчестер Сити. Его ситуация напоминает ситуацию Джейдана Санчо. Высокие и неоправданные ожидания. Однако здесь все еще серьезнее. Сити заплатил за Гриллиша рекордные 117,5 миллионов евро. И он, как и Санчо, пока что хорош лишь моментами. Но стоит признать, что у Гриллиша очень серьезная конкуренция. Куда больше, чем у Санчо. Посмотрим. Возможно, со временем Гриллишу удастся адаптироваться под стиль Гвардиолы и отвоевать место в основном составе. На третьем месте расположился Серхио Рамос, которого ПСЖ подписал уже в качестве свободного агента после истечения контракта с Мадридским Реалом. Тут уже безо всяких скидок. Тотальнейший провал. Однако вина скорее не игрока, а клуба. ПСЖ подписывал Рамоса, когда тот уже был на травме и не был готов играть. Как следствие, полностью лазаретный сезон и всего 8 матчей в составе в рамках чемпионата. Зато очень жирный контракт и серьезная нагрузка на заплатную ведомость ПСЖ. Что ж, когда-нибудь Париж наладит свою трансферную политику. Впрочем, это уже совсем другая история. Второе место. Крайне спорный трансфер. Лео Месси из Барси в Париж. Вот тут давайте посмотрим правде в глаза. Месси провел неплохой сезон. В Лиге чемпионов были яркие матчи, а в Лиге 1 очень много ассистировал. Но все-таки это не тот Месси, которого мы привыкли видеть. Безусловно, сказались и возраст, и тот факт, что после перехода Месси был жутко демотивирован. Особенно в начале. И учитывая, для чего Париж приглашал Месси, а это, очевидно, был очередной замах на победу в Лиге чемпионов, трансфер свою задачу не выполнил. Его нельзя назвать полностью провальным, но и удачным он точно не является. При всем уважении к великому игроку. И, наконец, первое место. Трансфер Ромелу Лукаку из Интера в Челси. Его трансфер стоимостью в 115 миллионов евро, второй в истории АПЛ после ранее упомянутого Джека Гридиша. Основной форвард Челси Тимо Вернер страдал проблемами с реализацией. Лукаку должен был прийти и исправить это дело. Однако не получилось абсолютно ничего. Лукаку демонстрировал свое мастерство в основном с командами, которые были ниже уровнем и совсем терялся в больших матчах. Не то, чтобы Вернер обладает лучшей реализацией, но он куда более разносторонний игрок и благодаря этому лучше подходит под стиль Тухеля. А тут еще и тот самый скандал с участием Лукаку, где он говорит, что ему не нравится в Челси и он хочет обратно в Интер. Что ж, трансфер провальный по всем фронтам. Небольшое послесловие. Наша команда долго думала, включать ли в этот топ трансфер Криштиану Роналду. Можно долго спорить о том, сколько вреда команде принес его трансфер. Это и нарушение структуры и баланса, вынужденность играть в одном стиле, однако было немало и пользы. В важных матчах, в частности великих чемпионов, когда нужно было решать, Роналду решал и приносил им важные очки. Это же касается и АПЛ. Вспомните недавние хитрики в матчах против Тоттенхэма и Норвича. Учитывая возраст Роналду, небольшие деньги за трансфер и спорное соотношение вред-польза, мы решили все-таки не включать его в этот топ. Ну а на сегодня все, с вами был Google, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем пока!